Привет, друзья! И это рубрика «Аналитика от Зверько». Я весьма рад, что темы вызывают столько отзывов и споров. Много вопросов поступило по поводу Чун. Забегая вперед, скажу его роль. Он — офф-танг ганг-инициатор. А как и почему — уже в другом видео, если захотите, конечно. Ну, возьмемся за роль пушеров. К этой роли я могу отнести Бэйна, Наталью, Сана, Зелонга, которого я упорно называю Дзелун. Разберем не их полноценный геймплей, для этого есть гайды, а их отношение к роли. Итак, Бэйн, как и остальные представители, обладают высокой начальной скоростью бега, имеют огромный урон с руки, подкрепляемый пассивкой, которая этот же урон усиливает, и он распространяется на башню. Таким образом, линия быстро чистится от крипов, и даже если к вашей башне Бэйн не подходит, но он поблизости, вы будете наблюдать, как хп башни тают под пассивкой и ультой. Наталья, отличный сплит-пушер. При перемещении ее сложно перехватить, даже если адекватно и вовремя реагировать на восклицательный знак. Высокая мобильность в инвизе, возможность быстро забирать крипов, а после сноса башни уйти безнаказанно не используя телепорт. Сан. Ранее можно было быстро сносить крипов и уходить прыжками, благо прыжок у сана очень далекий. Так теперь еще есть возможность оставлять клона с крипами, который обеспечит победу над вражеской пачкой крипов, даже если вы убежите на другую сторону карты, так вы можете продавливать вплоть до двух линий. Просто нажимаете иконку управления клоном и в пассивном режиме клон будет поддерживать линию. Зелонг. Ох, сколько боев было проиграно, когда вот вроде пару минут и вы доминируя уничтожаете противника. Но вам мешает вернуться домой один надоедливый комар, а вернуться надо, поскольку уже вторая башня легла перед ногами Зелонга. И он у трона, а вы просто не успеваете. У Зелонга совмещена огромная скорость и куча урона, как по крипам, так и по башням, при том скорость как бега, так и удара. Ульта делает из него идеального спидпушера. Стоит отметить и тех, кто могут пушить, но это не их основная задача. Частичные пушеры это Грок, Бальмант, Иритель, Москов, Лукарт, Рея, Горд, Виксана, Хаябуса, Фани. Помните, что у всех перечисленных есть более важные задачи. В чем же их пуш способность? Грок. С двух ударов первой способности может зачищать пачки крипов, но слишком медленные удары, чтобы сносить башню. Хотя с другой стороны, когда ковыряем вражескую башню, у нас активируется пассивка, увеличивающая нам броню. Пользуйтесь этим. Бальмант. Легко сдерживает крипов перед башней, а также заодно применение навыка может зачистить любое количество крипов в волне. Да еще и хирится от этого. Ирители. Может использовать ульту для уничтожения пачек крипов и башни, благо на башню работает сплэш от выстрела. Москов. Проклятие одного из сезонов. Его сплэш от выстрела сносил и крипов, и героев. Теперь при правильной раскачке также может фармиться волнами. Алукарт. Весьма спорный в нынешнем эти герои. Может перепрыгать препятствия и довольно быстро защищает волны. Прея. Также потерял свою былую мощь. Есть высокая скорость атаки и подвижность. Горд. Может с одного применения второго навыка забирать группу крипов. Да плюс ульта помогает в этом деле на весьма существенном расстоянии. Вексана. Жаль, что урон снизили второго навыка. Раньше было проще. Но вексаны помогают с зачисткой крипов пассивкой. Чем больше крипов, тем больше взрывов. Хаябуса. Основная особенность. С помощью ульты мгновенно убивают крипов и весьма сложат в поимке. При дефе безнаказанно уничтожают подходящую волну крипов, заставляя противника ждать следующую партию. Фанни. Пусть с крипами она разбирается долго, но ее очень сложно поймать, если владелец, конечно, опытный. Тактика игры пушерами весьма своеобразная и требует стратегического мышления. Иначе можно отфармить противника своими же смертями. Но об этом как-нибудь потом. Подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Пишите комментарии, а зверька покидает задание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!